Всем привет! Сегодня у нас на улице тепло, градусов так 20. Сегодня хочу сходить погулять. Вот не знаю, вы можете гулять без цели? Вам интересно? Мне нет. Ну теперь, без того, что надо выгулять там собаку, или ребёнка, или просто куда-то идти, в магазин, или на какое-то мероприятие, неважно. Ну, вот просто гулять, ходить по улицам и гулять, и одно ещё. Потому что Денис, не знаю, навряд ли он со мной пойдёт куда-то. Не, ну если говорить, конечно. Ну это нытьё, ну что, будет ныть и всю дорогу идти. Легче одной. Но всё равно мне хочется выйти. Я бы с собакой пошла погулять, но Настя ушла в гости и собаку забрала. Так что, вот, я нужно сходить, я, наверное, в обед где-то пойду. Сейчас утро, потому что к вечеру обещать дождь. Опять. Так что, вот, хочется прогуляться. Но чтобы было с какой-то целью, потому что так мне обтошно, я не могу. Я возьму с собой шагометр. Хочу сегодня накрутить пять тысяч шагов. Две с половиной в одну сторону и две с половиной обратно. Ну, это просто по минимуму. Потом, может, как-то, если ещё пойду гулять, увеличу уже. Просто мне интересно, докуда я дойду. Две пятьсот в одну сторону. Ну, и покажу вам, может, что-то интересное у нас есть. Вот. Места какие-нибудь интересные, если попадутся. Тоже цель им какая-то. А так вообще, конечно, ну, ходишь там. Это, знаете, мне что напоминает? Это когда уже такая бабушка с дедушкой уже такие. Уже вот дети выросли, да, у них. Они одни живут, им надо погулять, а эти вот они за ручку, ну, там, под ручку взялись и пошли в одну сторону, им надо как-то двигаться. И вот они ходят в одну сторону, потом в другую сторону. Всё. И обратно, и домой. И вот то же самое. Вот так бесцельно. У меня такое вообще очень редко... Да я вообще никогда не бывает. Я никогда бесцельно на улицу не ухожу. Просто так вот. Всё, вышла я на прогулку. Одела шагометр. Всё, сейчас за час, надеюсь, я намотаю пять тысяч шагов. Вот, сейчас тоже сестра звонила, двоюродная, хочет в гости. Ну, так, заскочить. Она по пути тут едет с семьёй. Кажется, я сейчас быстренько нагуляюсь. А на улице-то лето, а я-то в куртке хорошо кофту не одела, как всегда. В футболке там домашней. Прям домашней оделась. Вернее, одета была. Мне жарко. Лето. Вот, недалеко от нашего дома Рогожский рынок. Старый такой. Ну, ещё, думаю, у рождения построенный. Вот. Но сейчас он такой современный. Там такой всё современный. Внутри сделано современно. Вот. А раньше, помню, был колхозный такой рынок обычный. Мы даже с дедом... Вот, я помню, мне лет пять, наверное, было. И почему-то у меня в памяти это отложилось. Мы там яблоки продавались. Дача у деда было много яблок. И мы там их продавали. Потому что лет шесть, когда мне был, дед умер. Поэтому лет пять, наверное, мне было. Всё, трамвай загородил рынок. А сейчас там очень, очень, очень всё дорого. Туда я вообще, ну, редкий случай хожу на этот рынок. Вот у нас супер-маркет Билла рядышком туда ходим. Тут очень дорого. Тут такой скверик. Тут фонтанчики должны были быть. Но ничего нет. Эти лавочки все закрыты. Всё, я раздела. Мне жарко. Ну, всё, тысячу шагов я уже накрутила. Хотя только вот, только вроде одного отошла. Сейчас вам покажу, какие тут булыжники. Тут у вас на дороге у нас недалеко. Вот такие декор. Декор у нас такой. Ну, с меня ростом приблизительно. Камень. Камни. Такие огромные. И там дальше. Вот навозили, да, декор такой. Поближе подойти. Всё, все машины разъехались. Тишина такая. А вон там, на той стороне, Настя Леркина школа. Правда, на той стороне и живём просто. Я перешла дорогу. По этой стороне захотелось прогуляться. Вот. А вон там чуть подальше. Вот тут Леркина школа. А вон там чуть подальше. Этот. Храм. Матроны московский. Матроны московской. Сейчас покажу вам. Зайдём. Видно его будет. Ну вот, прошла где-то около чуть больше двух тысяч шагов. Это минут 15-20. Я иду так прогулочным шагом, можно сказать, гуляю. Вот храм Матрёны московской. Вот это рядышком гостиница. Вот. Ну, я так понимаю, кто приезжает в церковь к нам. Кто тут, наверное, ночевать остаётся. Чтоб переночевать. Вот. А чуть дальше туда. Там будет Таганский парк. Мы сейчас туда ходим на какие-то праздники. Вот. Ну, где тут от квартиры до суда минут 20 прогулочным шагом до этого храма. Люди приезжают издалека сюда. Мы туда ходили. Правда, к самым мощам мы не ходили. Там большие очереди всегда. А так в церковь здесь. Мы тут же жили раньше. Ещё ближе даже. Там вообще. Просто это ближайшая церковь у нас была. Сейчас у нас там возле дома прям церковь. Сейчас мы сюда редко ходим. Ну, почти даже не ходим. Возле дома ходим. А раньше мы сюда, на Пасху, на все. У нас ближайшая церковь была. Всё. Сейчас ещё немножко шагов 300 сделаю. И назад. А в Таганском парке, может, в следующий раз погуляем. Я хочу в следующий раз 6 тысяч шагов сделать. Каждый раз по тысяче увеличить. До 10 тысяч, может, и будет хорошо увеличить. Ну, всё, я пошла. Вот храм у нас. А тут у нас Таганский ЗАГС. Там свадьбы идут. А дальше парк после домов. Тут два парка таганских. Взрослый, как бы считается. И с этой стороны детский. Как-нибудь сходим. Ну, всё. Две с половиной шагов есть. Тысяча. Вот приблизительно чуть подальше нашего ЗАГСа. Иду назад. Красота какая, да? Правда, же отцветает. Я только заметила. Недалеко тут от нас тюльпана. Я тянулась далеко, думаю, искусственные цветы, если у нас сажены. О, тюльпаны. Всё, подхожу я к дому. Мне, короче, часы написали, что у меня здоровый темп. Ну, ещё мы после двух месяцев лежали на кровати. Ну, максимум, там, до магазина добежать, да? Первый раз нормально вышло прогуляться. Я рада. К нам в гости приехали. У нас уже понедельник. Вчера ничего не снимала. Нам в гости приезжали с ночёвкой. Ну, как-то гости, как и обычно, не любят сниматься. Не привыкшие к этому. Ну, сестра моя двоюродная приезжала с семьёй. Главное, живём тут на электричке от минут 15 ехать. Мы встречаемся раз в полгода, а то и в год. Вот. Так что посидели с ними, поболтали. Они тоже поедут. У них отпуски, главное, с моим мужем сошлись тоже. Отпуска. И тоже на эти две недели они едут в деревню. Так что теперь в деревне нам скучно не будет. А то всё время приезжаешь туда в деревню, там же все работают. Как-то пообщаться с кем-то. Ну, только в выходные, а в будни у всех работают. После работы тоже все как бы уставшие. У всех свои дела, огороды. И пообщаться как бы не с кем сидишь тоже дома. Ну, теперь будет не скучно. Они едут к бабушке нашей. Ну, у неё там ещё родной брат и бабушка. Раньше мы тоже приезжали к бабушке, когда я замужем не была. Потом замуж вышла, сейчас вот к свекрой приезжаю. Ну, в одной деревне все. Рядышком прям через овраг там пройти, короче. И мы вместе все. Короче, будем сейчас собираться в деревню. Уже в эти выходные мы поедем. У нас потихонечку будет собираться. Не знаю, в субботу или в воскресенье поедем. Ещё не знаю, там как у Дениса работа будет. У них там непонятно, когда он работает. Ну, в субботу или в воскресенье уже поедем. Надо уже 5 дней осталось собраться. Сегодня, наверное, начну с разборки обуви. Наконец-то надо хоть с интерстолью обувь летнюю достать. Будем сумки собирать. Ну, завтра постепенно, по чуть-чуть, так, каждый день что-нибудь будем собирать, чтобы ничего не забыть. Лера мне уже целый сумок, ой, сумок, целый список написала, что ей привезти. Там тортики, соки, ещё там, что она забыла, планшеты. Это мне в списке напиши в WhatsApp. Я ей привезу. Главное, пишет такая. Там торт, там сок, да, там ещё что-то она такая пишет. Котов, собак. Дальше опять пишет. Я говорю, ну, котов, собак я обещаю, остальное привезу. Так что ещё в пятницу, наверное, Вашан съездим тоже. Вкусняшек там купим, гостинцев, бабушки там, всем. Так что будем готовиться к отъезду. Рыжик, ты кого ловишь? Сейчас мне всё перевернут. Короче, улетело, всё улетело. Оса, оса была. Залетело с балкона. Всё, упустил, ты своё счастье, рыжик. Что, а ты рыжиху упустил? Угу. Тоже хочешь к нему? Всё, всё, улетела она. Всё, думает, нету там... Я начинаю ругаться. Ой. Что? Всё, нету тут никого. Нету. Нету, всё. Она туда улетела. На балкон. Тыщ, тыщ. Ой, я не могу. Уйди. Пока ты меня там всё не перевернула, а? Что? Что, тебя на ручки? Да. Ой. У меня роза прям что-то так нагнулась. Вообще. Какая-то выцвела вся, во-первых. Не знаю, тут пух, наверное, видно. Вообще. Тоже от тяжести. Вот этот вот нагнулся один. Не знаю. Короче, она сейчас отцветёт. Я, наверное, прям отстригу вот так вот. Тяжело. Ну что? Начнём летнюю обувь доставать. Вот эту всё убирать. Все сапоги, кроссовки такие тёплые. Вот. И сейчас сверху оттуда будем доставать летнюю. Всё, вытащила. Так. Вроде только недавно разбирала. Я не знаю. На зимнюю, на осеннюю меняла уже. Опять разбирать. Так. Ну это всё только Лерину. Лерину, конечно, я уже достала. Уже она в деревне с ней. Вот наша обувь. Обувь. Вывалилась всё. Всем-то интересно. Дай. Всем-то интересно, что же я тут делаю-то? Ой. Два любопытных самых. Так, ладно. Сейчас теперь оттуда сюда. Потом отсюда туда. Перекладываю место на место. Готово. Вот это всё Настя, но обувь вся. Леркина здесь нет вообще. Она сказала эти не убирать. Правда, я не знаю, летом в таких ходить, мне кажется, жарко. Но есть только вечером. Ну не знаю, я в таких не хожу летом. У неё вся обувь такая. Все кроссовки. Вот. Так. А это? Вот это мои две полки. Внизу, наверху летние всякие шлёпки. А тут Денисова. Двое кроссовок и тапочки. Ну, ещё в одних кроссовках. Наверное, Денису надо что-то купить, да? Что-то как... По сравнению с моими, там в три ряда у меня или в два лежат. Внизу балетки, он кроссовки летние, тут шлёпки, босоножки. Вот. Надо ему тоже типа сандали каких-то купить. Вот. Поедем в Ашан. Присмотрим что-нибудь, может быть. Вот. Это я. Выкинуть. Вот этот ещё Настина. Она ходила когда-то давно. Потом Лера в том году ходила. Их заклеивали, заклеивали. Короче, выкинули их. Этот вроде заклеенный. Так. Сейчас буду готовить ужин. Буду готовить котлеты по киске. Буду готовить, честно говоря, первый раз. Не знаю, надеюсь, получится. Но, по крайней мере, покажу, как буду это делать. Мне для этого понадобится грудка с крылышками. Две грудки. Это получается на четыре котлеты. Ну, они такие большие. Четыре котлеты получаются. Дальше. Масло сливочное. Укроп, петрушка. Растительное масло. Яйца. Сухари панировочные. Сыр. Мука. И лимон. Картошка мне нужна. Я буду, ну, на гарнир. Ну, сварю просто её. Варёная будет круглая картошка у меня. И будет соус клюквенный. Это как соус будет к котлетам. Вот. Вообще, ну, вот вкусно. Даже вот в Икеа продаётся вот эти кисло-сладкие соусы. Они как не соусы, это варенье или джем лучше, да. Вот они очень хорошо подходят к мясу, вот к этим котлетам. Вот. Ну, поехали. Для начала нам надо сделать, как куриное филе. Две части сначала разрезаем. Будут две котлетки. Крылышко отрезаем. Нам нужна будет только вот, короче, вот эта вот часть. Вот эта вот часть нам будет нужна. А вот это мы отрезаем. Кости тоже отрезаем все. Короче, получается, кожу тоже снимаем. И получается, сейчас я покажу, что. Вот. Из одной такой грудки у меня получилось две такие филешки. На косточке. Вот она, косточка здесь. От крылышка. Одно маленькое. И вот второе. Вот это вот, это тоже филет. Это, наверное, по-моему, не понадобится. Такие вот, которые отделяются здесь. Это не нужно тоже будет. Короче, это нужно будет отрезать. Так, вот у меня остатки. Ну, это на бульончик, на суп. Ребрышки. Так, разделала я все курицу. Теперь отрезаем вот этот вот верхний слой. Ну, вот этот вот филе верхнее. Ну, можно наггетс потом сделать. Или тоже бульон. И должен остаться вот тоненький слой. И вот это мы начинаем отбивать молотком. Чтобы было тонкое оно все распласталось. Ну, как сейчас покажу. Вот. Такая тоненькая получилась. В нее будем заворачивать начинку. Сейчас все, я полфабриката эти все сделаю. И будем делать начинку. Так, все, отбили. Теперь делаем начинку. Начинка у нас будет полпашки сливочного масла. Она мягкая. Она уже растаяла у меня. Чтоб можно было перемешать. Там, грамм 30. Сыра немножко. И порубить мелко зелень. Все. Перемешать. Это будет у нас начинка. Пока я тут готовлю. Живность у меня гуляет. На улице жаришь. 26 градусов, по-моему. А на солнышке, наверное, еще больше. Это тенечки. Дэнди, хорошо тебе, да? На рыжике мягко. Тепло на солнышке. Любит на нем лежать. Деловой такой. Плоско лежат. Сейчас в натравке так, да? Гуляет. А рыжику массаж. Вон там соседи выгуливают котов на поводке. А у нас вот на балкончике гуляет. Ой, прям жарище даже. Ну все, начинка сделана. Теперь берем курицу. Солим. Перчим. И ложкой так делаем такой шарик. И кладем начинку и заворачиваем. Когда все завернем, надо будет положить это все в морозилку на 30 минут. Вот я, конечно, завернула. Но, кажется, у меня как-то не очень хорошо получилось. Тут не получается. Мне кажется, вытечет и масло, и сыр может отсюда. Как-то, наверное, все-таки как-то надо было посильнее бить, что ли, чтобы оно побольше было. Ну или поменьше начинки ложить. Тогда что там, не знаю. Ну, короче, сейчас, ладно, заморозку, а потом будем жарить. Так, ладно, пока подмерзает курица, сейчас сварю еще, почищу картошку, сварю. Посмотрите на этого хитрого жука. Конечно, вот никак не ест, ну никак его не заставить. Кассел, где я сижу, 4 вечера, он не ел. Я сейчас взяла, смешала вот курицы немножко сырой, прям мелко-мелко нарезала и перемешала с кормом, думаю, чтобы поела. Ну, вот смотрите, корм весь вытаскивает на пол, а курицу ест. Я не знаю, с этим кормом одна проблема. Хитрый. Взял все, повытаскивал мне. Поставила картошку вариться, и чтобы картошка не разварилась и держала в свою форму, добавляю лимонного сока немножко туда, в воду. Вытащила я из морозилки курицу, видите, она у меня раскрылась тут. Вот так вот было. Не знаю, что получится, когда буду ее жарить. То ли вся она раскроется, то ли еще что-то. Вот, сейчас буду панировать. Сначала в муке, потом в яйце, потом в панировочных сухарях. Вот, получились вот такие громадные, смою руку, 4 котлетки. Ну, все, теперь обжариваем до готовности их. Ой, вредит, надеюсь, сковородку там. Не хотелось бы два раза жарить. Так. Главное, чтобы начинка не вытекла. А то останемся с этим мясом. Все, теперь обжариваем. Ну вот, готово. С крупный соусом. Ну, вареньем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!